Дорогая наша Анна Павловна, поздравляем вас с такой замечательнейшей, круглой датой, с 90-летием. Большой юбилей 90 лет Анна Павловна отмечает в постели, в окружении близких и медикаментов. Кроме работников соцзащиты, гостей сегодня не ждать, посетовала именинница. Познакомиться еще ни с кем не успела. В городе долгожительница недавно. Сюда, месяц назад, ее перевезла из родного поселка Весим внучка. Ну а подруги мои все в семье, все звонили. Подруг у Анны Кравченко больше, чем родных. Дожив до 90, она едва не осталась одна. Внучка и правнук, вся ее семья. Остальные ушли, родители, дети и муж Александр покинул супругу. В 73 он ушел. Ну попивал, сам виноват. Анна Кравченко родилась в Псковской области. Родители умерли рано, и она с сестрой переехала на Урал. Сначала работала в Яслях, потом, окончив школу, медсестер отправилась на фронт. Сев поезд, вспоминает она, даже не знала, куда ее везут. До половины пути доехали. Мы открыли окошечки у вагона. Дяденька шел, рабочий железнодорожник. Куда нас везут? Он говорит, не переживайте. Повернет поезд направо, на север. Повернет поезд налево, под Сталинград. Но мы стали ждать. И нас повернули направо. Нас повезли на север. Свою жизнь Анна Павловна сравнивает с той самой путевой развилкой. И неизвестно, как бы судьба сложилась. Поверни поезд налево. Подобных историй в ее жизни масса. И тогда было трудно жить. И в перестройку, и до перестройки. Я только надеялась на себя. После войны Анна Кравченко переехала жить в поселок Весим. Там и семью создала, и на трудовом поприще состоялась. 70 лет она прожила в Весиме. В 90-е пришлось покинуть свою малую родину и переехать в город. Одной справляться, признается, уже трудно. Сейчас ее будни скромны. Книжки читает. Иногда, редко смотрим новости. Скромны и мечты долгожительницы. Мечтаю дожить тихо, спокойно. Без войны, без всяких происшествий. Чтобы люди жили, наслаждались жизнью и отдыхали, и трудились. Ольга Обедкова, Вадим Усков. Новости Тагил-ТВ.